Вот уже 7 лет трассу национального значения Р-14 Бельсов-Кишинев-Саратены никак не могут отремонтировать. Сдать в эксплуатацию дорогу обещали еще в 2012 году, однако работы на ней продолжаются по сей день. Тогда же республиканские телеканалы пышно преподносили новости о реставрации этой дорожной артерии, представляющей огромную важность для страны. Но скормив водителям тонны популистских обещаний, о ремонте благополучно забыли. Уже давно дорожники, по всей видимости, пытаются достроить мост. Ну, как говорится, 7 лет отмерь, один раз построй. Хотя нет, я понял. Они, наверное, хотят запустить сюда рыбу, а на деньги, вырученные от продажи, быстренько все закончить. Хозрасчет! Впрочем, за прошедшие 7 лет дорогу наполовину сделали. Как ни странно, отремонтированная половина расположена ближе к Кишиневу, а вот проезжая на участке от Бельц до Сорокской развилки, можно услышать, как подвеска машины кричит «помогите». Трассу Бельц и Кишинев отремонтировали примерно с этого участка, Сорокской развилки. Саму развязку разрекламировали как единственную европейскую, которую также построили на деньги, найденные еще при правительстве коммунистов. В 2011 году тогдашний министр транспорта и дорожной инфраструктуры Анатолий Шалару заявлял, что в течение 18 месяцев приведут в порядок несколько трасс национального значения, одной из которых является Р-14. Но с ее ремонтом возникли проблемы. Подрядчики менялись, а выделенные на ремонт деньги от Европейского банка реконструкции и развития до конца приняты не были. Бывший депутат, ныне экономический эксперт Идис Вейторул Вячеслав Иоанницы объяснил, почему в Молдове к присложившейся системе никогда не будет хороших дорог. Цель была такой, что мы повышаем акцизы, выделяем деньги в дорожный фонд и будем строить дороги. Но, к сожалению, деньги пошли, в принципе, шли, только 10% шли автоматически в дорожный фонд, все остальное шло в госбюджет, повышали пенсию, радовались жизни, от дороги у нас убивались. Дорожники говорят, что для того, чтобы только содержать дороги, нужно хотя бы 1,2% ВВП, а чтобы они развивали, нужно хотя бы 1,5-1,6% ВВП. На сегодняшние деньги, для того, чтобы содержать дороги, нужно хотя бы 1,5 млрд лев, а чтобы было развитие, минимум 2 млрд лев. Потом в 2010-2011 году уже новая власть, альянс, дороги стали приоритетом. Я думаю, что здесь не просто потому, что мы были умными, а просто и Соединенные Штаты сказали, что, слушайте, у нас проблема, давайте мы вам поможем, тогда Всемирный банк, но, тоже подвязался, по-моему, что мы говорили, нам бы выделяем грант на строительство дорог, но вы должны поменять законодательство, чтобы деньги автоматически шли в дорожный фонд, потому что без какой смысла нам давать вам грантов, если вы потом не будете содержать дороги, они убьются. Мы сейчас выделяем деньги только для того, чтобы содержать дороги, если они были в хорошем состоянии. То есть мы на сегодняшний день имеем деньги только на содержание дороги. У нас практически нет денег на ремонт, строительство, развитие дороги. Я не говорю, чтобы мы там начали мечтать о новой дороге. То есть я вообще об этом не говорю. Я говорю, чтобы мы довели до нормальной ситуации существующей дороги. Несмотря на бытующее мнение о том, что в Молдове никогда не будет нормальных дорог, один пример все же есть. По мнению многих водителей, Сорокская трасса – одна из лучших в стране. А вот одна из немногих дорог в Молдове, которая сделана хорошо. Речь идет о трассе национального значения Сорока-Кишинев. Она была отремонтирована при правительстве Филата. На деньги, найденные еще правительством коммунистов. По словам Вячеслава Иоанницы, без помощи иностранных инвесторов начать нормально ремонтировать дороги не получится. Однако после кражи миллиарда доверие к молдавскому правительству подорвано, а помощь заметно поубавилась. Эксперт считает, что для выхода из ситуации необходимо начать налаживать отношения с зарубежными партнерами, а также направить большую часть средств дорожного налога на строительство самих дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова